Событие для республики историческое и значимое. Согласно новым требованиям, нефтеналивные судна, которые относят к классу перевозящих особо опасные грузы, обязаны оснастить вторым дном. А это, как отмечают судоремонтники, работа с равнестроительством нового корабля. Объем второго дна – это практически второй корпус. Это те же самые корпусные работы. Все то же самое делаем. Так что наш завод готов к работе, к таким объемам. Специалисты есть, объемы есть, конечно, все устаревшее. Будем строить новое, в планах есть. Однако такого масштаба событий могло бы и не быть. Пять лет назад правительство России внесло в программный план приватизации федерального имущества 25,5% акций Лорпа. Руководство республики сразу дало понятие, что продажа акций на свободном рынке повлечет за собой необратимые последствия. Если бы произошла продажа акций федерального пакета, то вариантов несколько. Но самый худший вариант, что самый элитный флот, наш флот Рекоморья, который востребован везде, во всех регионах России, просто передислоцировали с Лены в другой регион, где он бы зарабатывал коммерческие деньги. А это значит срыв жизненно важного для населения республики северного завоза, а также срыв долгосрочного завоза для государственных нужд. И в мае 2014 года глава государства подписал указ о безвозмездной передаче акций Якутии. Ну и формулировка была такая, что это для развития эффективности арктической транспортной системы и повышения эффективности перевозок жизнеобеспечивающих грузов. Ну вот этими словами и все сказано, что именно для этого здесь нужен флот для республики, потому что наш флот он безальтернативный. Если он выбудет, то восстановить его – это очень большие затраты. Теперь на очереди обновление флота. Имеющиеся танкеры, буксиры, сухогрузы и баржи разменяли уже не первый десяток, и им все сложнее соответствовать современным требованиям. Программа «Минимум» – это модернизация всего нефтеналивного флота за счет финансирования из республиканского бюджета в размере полумиллиарда рублей. Отметим, что без модернизации флот к 2018 году может потерять 38,78 нефтеналивных судов, а это почти половина провозной способности пароходства. Красная программа идет, неплохое финансирование. Будущее финансирование обещают продолжить. Будет построен новый эйлинг, теплый по корейским технологиям. Расширится цеха. Мы сможем в зимний период модернизировать суда, заниматься новым строительством. Планы большие. Лето – это относительно тихий период для судоремонтного завода, но зимой в Слип, так называется, это место, где мы сейчас находимся, где проходят самые крупные ремонтные работы, могут поднять до 25 судов. Но и летом работа на заводе не прекращается. Здесь в своей очереди на капитальный ремонт ожидают еще несколько танкеров и грузовых судов. Делаем все заготовительные операции для монтажа и сборки сварочных работ по модернизации. Вот у нас, как видно, вот секции, это уже мы готовим на второй танкер ТО-15-45. То есть здесь рубим, варим, собираем это все. Все эти, в дальнейшем эти, все детали идут, когда пароход уже поднимут у нас в этом году, мы уже будем монтировать все на нем. Все детали для реставрации судов производят на самом заводе. Работники уверены, что и строительство целого корабля было бы по силам, но восстанавливает отсутствие современного оборудования. Такие у нас 60-х годов прошлого века. Вот, поэтому, сами понимаете, на таких станках работать не в удовольствии. Несмотря на это, мы все же работаем. Эту проблему должны решить также в рамках программы модернизации флота. Судоверфь на базе Житайского завода должна выпускать в года 10 единиц судов. На возрождение судостроения планируют выделить из федерального бюджета более 4 миллиардов рублей. В небюджетные источники составят более полутора миллиарда. Мы приняли решение на базе судоремонтного завода Житая построить настоящий завод. И мы разработали инвестиционный проект. И этот Житайский судоремонтный завод сегодня находится уже по поручению правительства Российской Федерации, Министерства промышленности России, для того, чтобы получить деньги из фонда промышленности Российской Федерации, участие Дальневосточного фонда развития наших инвесторов и само пароходство. И мы обязательно построим новый завод. Таким образом, уникальное пароходство, включающее в себя суда класса «Река-море», с помощью которых каждый год проводят сотни тысяч тонн жизненно необходимых грузов на север, не только будет сохранено, но и выйдет на новый уровень. Саргалана Захарова, Иван Семенов, Дмитрий Сергучев. Якутия. День за днем.